Он создал кинолетопись при Кэмми 70-х-80-х годов. Оператор и корреспондент Свердловской киностудии Валерий Горшков в свое время снял сотни сюжетов о нашем регионе. Сейчас это ценный исторический материал. Недавно кинохроникер ушел из жизни, и теперь уже о нем создали документальный фильм. Рассказывает Юлия Зыкова. Пермь, 1979 год. 40 лет назад город стал миллионником. Этот статус мегаполису принесли одновременно родившиеся три младенца. Их чествовали во Дворце культуры имени Свердлова, сейчас Солдатова. А это съемки начала 80-х. В Перми построено новое здание для областного драмтеатра. Эти и многие другие материалы о нашем регионе снимал оператор Валерий Горшков. Он возглавлял тогда пермский корреспондентский пункт Свердловской киностудии. Его сюжеты шли на экранах страны, в выпусках киножурналов «Советский Урал» или «Новости дня». Валерий Горшков уже тогда знал, что значит быть стрингером, рассказывают его коллеги. Он был один во всех лицах. Даже когда ассистента не было у него, он был оператор, ассистент. Он был редактор своего сюжета, режиссер, получается, водитель. Сейчас вот камеры-то малогабаритные, вплоть до ручных, а тогда ведь это были киносъемочные камеры. Синхронные были, вообще под 40 килограмм весом. Ручная камера, она 8 килограмм весила, но к ней еще аккумулятор на плече и так далее. Валерий Горшков говорил, задача кинохроникера – запечатлеть на пленку современные события, которые затем становятся исторической летописью. Оператор недавно ушел из жизни, и теперь о нем и его работе создали документальный фильм. Режиссер Сергей Лепихин снял портретный очерк о ветеране пермского пленочного кино. В картину включил редкие кадры хроники, а также воспоминания близких и коллег оператора, несколько интервью с Валерием Горшковым, записанным в разные годы. Его жизнь была сплошной командировкой. «Самое тяжелое, вот это честно, без всякой иронии, самоигрально, это было расставание с людьми, которые уже твои души затонули». «Он, собственно, и дома-то не бывал, и семья-то была немножко обделена отцовским вниманием. В период, когда разрушили кинохронику, перестройка, в стране хаос и так далее, вот ему досталось тяжело». Свой фильм Сергей Лепихин назвал «Воистину хроникер». Его покажут 14 августа в киноцентре «Премьер». А затем картину можно будет найти в интернете. Она является одной из серий документального проекта «История пермского кино в лицах». Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.